Музыка Эй, йоу! Ребят, привет! Это Дава Дым А и сегодня мы будем пробовать новые вкусы спектрума, их у меня 4 штуки Все это мы снимаем в Анапе в кальянной Панда Лаунж которая находится по адресу Ленина 10 А вся подробная информация про кальянную в описании И давайте поговорим про 4 новых вкуса от спектрума Я их все уже прокурил И вот сейчас курю последний Это Бергати Бергати, да? Что у меня есть по вкусам? Это огненное вино Это Баблгам Это Бергачай И, собственно, конечно же Агава кактус Так вот, давайте, собственно, начнем со всех И напоследок отложим наш вкус Который мы курим сейчас Это Бергати Так Как мы видим у нас уже есть треугольные пачечки Но пачечки эти без акциза и не для продажи Это промо-продукт который не облагается грубо говоря акцизом, да? Давайте, собственно, смотреть вначале по вкусам А потом я скажу еще интересные моменты которые я заметил Первое Это вино Fire Wine Учитывая все вот это мы его прокурили понюхали и поняли что, ну, это далеко не вино Это больше похоже на какой-то безалкогольный глинтвейн в который не добавили корицу да, то есть пожалели корицу и просто отдались сказали пиздуете наху со своим глинтвейном да Примерно такой вкус немного топороватый немного приторноватый и плохо распознается как вино Но я считаю вообще что вкус вина лучше всего наверное передает такие вкусы как у других табаков как виноград Изабелла да Вот он такой вот есть что-то в нем винчиковое да Но в Fire Wine здесь такого нету Это реально именно глинтвейн Такой вкус как Баблгам мы все привыкли к чему то что Баблгам Баблгам но до того момента что Баблгам это была какая-то вкусная жвачка а-ля Хубабуба да Кто помнит Хубабубу ставьте лайк Так вот То мы привыкли к Блюгаму Баблгаму да собственно примерно это Блюгам голубая жвачка да Мы привыкли именно к такому именно описанию вкуса который будет Но в данном случае нас ждет маленькая такая подъебка а когда этот вкус забивали кальянчик сказал что это ебаная звездочка какая-то и далеко не жвачка но когда у нас появился помните момент у Щербетли был вкус Баблгам жвачка и она давала кукурузу и тогда наверное всех прояснился тот факт что жвачки которые используются именно в табаке то они не имеют как такового вкуса жвачки и в данном случае этот факт подтверждает да вкус довольно таки свежий приятный и на концове знаете есть такой привкус тик-така вот прям вот выдыхаешь и на нюбе языке остается такой тик-так довольно таки прикольный интересный хороший этот мы ускорим сейчас я его до конца еще не распробовал пока Агава кактус примерно если его описывать то я бы сказал бы так что чего-то травяного в нем нет а вот именно он похож на а-ля всеми любимый кактус да такой именно табачный кактус не кактус который в природе а именно табачный кактус как будто в него добавили еще немного фейхуи фейхуа ну фейхуа да добавили в него получается сладенько кислый и ни капельки не травяной вкус я хотя от него ждал более какой-то травянистости и именно какого-то более интересного эффекта вкус в целом получился хороший прикольный для миксов в самый раз кто любит что-то свежее кисло-сладкое да что в принципе очень сложно сделать и берго тим поначалу когда его забивали я думал что меня ждет а-ля берго монстр очень яркий такой и непереносимый вкус бергамота я думал смогу ли я его курить в чистую или нет на самом деле оказалось все гораздо проще это реально чай реально с бергамотом который наверное заварили уже раза два стабильно не яркий не яркий но при этом чувствуется такие тоненькие где-то отдаленные вкусы именно бергамота и присутствует вот эта чайная нотка а-ля грубо говоря как будто смешали 10% бергамонстра и все остальное это был грубо говоря ротти от танжа да вот примерно по вкусу получилось то же самое еще из интересных моментов немного изменилась консистенция табачного листа если раньше спектрум у нас был сухой непонятный грубо говоря непонятная субстанция которая очень сложно ложилась в чашку то в данном случае с ней стало работать куда круче то есть спектрум немного походу переработал фактуру табачного листа может и нет может просто так получилось я точно не могу ничего такого сказать а еще появился более приятный дым и момент собственно прогрева стал куда более лояльный нежели чем раньше когда нужно было немного потанцевать с бубном вокруг чашки чтобы понять как спектруму давать нужную температуру и еще что мне очень понравилось это то что поменялась сама фактура вкуса он стал приятный он не стал прыгать между ароматикой стал более такой стабильный возможно это все связано с тем что у ребят появился появилась новая линейка black и за счет этого они сразу вместе с black переработали классический спектрум непонятно black я еще не курил black у меня еще нет хотя по идее должен быть спектрум где мой black надо обзор снимать и ну по вкусам я бы не сказал бы что эти четыре вкуса относятся прям к такому топу и вау спектрума новые вкусы надо это попробовать нет ажиотажа никакого не было да был интерес новый вкус надо попробовать очень прикольно меня зацепило вино и конечно же агава то есть агава кактус это такие вкусы которые в названии выглядят очень симпатично но когда ты куришь ты понимаешь что это обычные какие-то проделки флейвориста и вот получились такие вкусы ничего прям такого сверхмощного в этих вкусах я не увидел а также наверное отнесу к тому что все таки меня больше интересует черная линейка нежели то что у меня сейчас есть да но снять то надо надо попробовать надо рассказать поделиться своим мнением и вот так вот собственно у нас 4 вкуса спектрума ну хорошо это или плохо наверное скорее всего хорошо потому что вкусы интересные и дополнительные линейки это большой плюс ну собственно там вся классика да вот такой вот сверток все очень просто поэтому ребятульки наверное я думаю смог максимально кратко и интересно описать каждый из этих вкусов да про бергамот мы уже поговорили кстати и он стал куда дымнее либо это просто мастера панда лаунж заебинили просто хороших колен подписывайтесь ставьте лайки если вы собираетесь в ближайшее время в анапу то обязательно к посещению панда лаунж который находится по адресу ленина 10 забегайте всем пока вся информация в описании до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...